Сегодня мы посмотрим самые крутые анимации Поппи Плейтайм. Погнали! Это у нас школа монстров! Доброе утро, студенты! Что вы делаете? Я просто обожаю танцевать! Кому нужны карандаши? Тут собрались самые страшные монстры! Хватит, перестань! Что это? Прекрати! О, нет! Я думаю, у меня нет другого выбора, поскольку вы не умеете себя вести, я покажу вам своё уродливое лицо! О, нет! Фух, наконец-то! Спасибо, мисс! С этого момента я здесь главная! Не буду тогда вам мешать. Всего хорошего! Он испугался и просто смотался! Он оставил нас супер сумасшедшей и страшной училкой! Она самая красивая девушка, которую я когда-либо видел! Знаете ли вы, как важно сохранять спокойствие! Отвечайте правильно, и ничего страшного не произойдёт! Давайте начнём! Я понятия не имею, что нужно сделать! Вот тебе подсказка, будь внимательнее, а то исключу! Короче, Хаги нужно сделать красное яблоко из-за этих пробирок! Так, да, скорее всего нужно собежать вот это! Пошевеливайся! Ребята, ставь лайк, если бы попасть в эту школу монстров! Ну что, Хаги создал Скибиди Кэтнэпа? Ну как, я справился? Не могу в это поверить! Ты ещё спрашиваешь, стряхнись! Да, Хаги точно не прошёл эту тему! Это было так смешно! А ну тихо! У нас тут не смеются над другими, понятно? Всё, попи влетела! Да, учитель! Теперь твоя очередь! Я всё сделаю! Ам, надеюсь, это сработает! Ну что ж, я думаю, всё готово! Так, чего ты ждёшь? Да! О, у неё маленький краптикорн! Думаю, должно всё получиться! Давайте посмотрим! Нет! Он просто взорвался! Ха-ха-ха! Она устроила! Бабах! Где я прокололась? Может, ещё раз? Ты ошиблась! Идём дальше! Чем ты тут занимаешься, а? Ты вообще-то на учёбе! Не отвлекайся! Вы так прекрасный! Кролик Банз в неё влюбился! Хорошо! С меня достаточно! Но она не любит подлис! Я готов, мисс! Какая необычная пробирка! О, это маленький я! Это его маленькая версия Док Дея! Это так! Приступай к работе! Есть учитель! О, нет! Он разбил пробирку! Это стоило очень дорого! К счастью, у нас есть ещё одна колба! Держи! Господи, я буду более осторожен! И действовать не спеша! Нужно учить все мелочи и детали! И тогда вуаля! Всё должно получиться! О, Мика сейчас это до добра не доведёт! Так, чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-то произойдёт! Он... О! Он не взорвался! Это... Маленький Док Дей превратился в яблок, как ему сказал учитель! Но оно было зелёное! А надо было сделать красное! Ты не сделал всё неправильно! Это несправедливо! Теперь тыкотный! Иди пизи лимон сквизи, учитель! При таком количестве ингредиентов я не смогу упустить ни одной детали! Мне кажется, я слишком тороплюсь! Так, ну что ж! Всё готово, учитель! Это то самое! Покажи мне! Как только я получу пятёрку, я могу перейти к самому главному! Отведать что-нибудь вкусненькое! Ему лишь бы пожрать! А то, знаете, мы тут все с голоду помираем! Хватит болтать! Всё, он начинает злиться! Боже мой, где я? Нет! Он пролил на себя эту пробирку и превратился в страшную версию кота Дремота! Ты плохой шнек! Опа-на! Он сейчас её слопает! Лучше не злите меня! Так, нужно быстрее действовать! Ага! Вот так смешаем! А у меня есть подарок для тебя, монстр! Прощайте! Всё, он вроде бы всё исправил! Простите, учитель, я был сам не собой! Ты испортил мне урок! И за это будешь серый, я вас донаказан! Пожалуйста, нет! Получай то, что заслужил! Мисс Делайт, я уже вся в предвкушении! И не могу больше ждать! Мы тут, Кисси Мисси, сделала то самое красное яблоко! Она получается самая умная в этом классе! Я к вам возвращаюсь! Это мне не мерещится? Здравствуйте, учитель! Мы так многому научились сегодня! Ага, конечно! Они не создавали вам проблем? О, ничего подобного! Ну, конечно, кроме кота-бремота! Какая вкусная! О, хе-хе-хе! Он слопал это яблоко, которое они пытались сделать на протяжении всего урока! Это было моё яблоко! Кстати, ребята, у меня есть свой телеграм-канал, где вы можете со мной общаться и следить за новостями! Ссылка будет в описании! Ну, а в этом видео мы с вами поедем на школьном автобусе Поппи Плейтайм! Эти парни решили отважиться отправиться в школу вместе с монстрами! И в автобусе они обнаружили руки-хваталки! По пути они захватили Хаги-Ваги и Кисси Мисси! Вообще, это хорошая идея была отправиться с монстрами! Мне кажется, есть вероятность того, что они могут их сожрать! Мамочка Длинные Ноги! Так, ладно, собирается полный автобус! Уже поздно, уже стемнело! Они до сих пор собирают монстров! Это Бубафан? Это Хоппи Хопскош! Мисс Делайт проверяет, все ли оплатили проезд! Ребята, подписывайтесь на канал, если хотите, чтобы все эти монстры стали вашими друзьями! Давайте, у вас есть 3 секунды! 3, 2, 1! Так, они решили сбежать из этого автобуса, потому что они почуяли опасность и проникли в школу! Ну, а в этом видео блогеры будут учиться в школе монстров! Их раскрыли, и у них нет другого выбора, кроме как сесть за парту! И убежать они не смогут, ведь они просто люди! А монстры очень быстрые и свирепы, и легко их догонят! Поэтому им остается только учиться! Это какой-то видео урок от Мисс Делайт? Что она там рассказала? Ара, теперь она спрашивает вопросы по этому видео! Но мы там вообще ничего не поняли! Если ты отвечаешь неправильно, то тебя нагреют вот этой кувалдой! Так, вроде пока все отвечают нормально! Все справляются! Кроме Док Дея! Его кто-то уводит в коморку! Что сейчас не будет? Нет! Минус Док Дей! Он ответил неправильно, и она его прибила! Теперь у них есть другое занятие! Им нужно нарисовать! Разрисовать картинку! Воу! Кики-Чики не справилась! Она сделала какую-то мазню! Боже мой! Она что, реально не умеет разукрашивать рисунки? Так, ара, вроде бы наши блогеры справились! Но хопи-хоп скотч решила сбежать! Она поняла то, что плохое жироценку получит! И ее просто пришвартовали к этой стенке! Так, ладно, следующее! А, они отпросились выйти в туалет! Но на самом деле они хотят сбежать из этого страшного места! И сейчас мы с вами узнаем, смогут ли эти отчаянные парни сбежать из этого стрёмного места! Или же их постигнет ужасная участь! Улыбающие твари уже отправились на охоту! Они пытаются разнюхать их запах, чтобы отыскать и отведать их на вкус! Ох, это у нас большая версия Кэтнэпа! Контри-мод тоже не бздит! Он идет искать их! Ага, мисс Глайт решила переговорить с ним с глазу на глаз! Но о чем? Ох, нет! Их поймали! Их связали! И хотят сделать какой-то обряд провести! Что будет с этим блогером, ребят? О, все! Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь! О, боже мой! Теперь следующий идет чувачок на обряд! Она сейчас его, этой булавой, просто нагреет как следует! И он откинется! Все, ему трендеет! Оу! Ну, а это начинается страшное видео про мисс Глайт из третьей главы Хаги Ваги! Она пришла в спортивный зал наводить в порядок, но вместо этого ее закидали волейбольными мячами! И она разозлилась и поменяла свой облик! И начала расправляться со всеми этими ребятами! Вот такой вот интересный урок физкультуры! Ну, а сейчас мы увидим одно из самых реалистичных и страшных видео про Поппи Плейтайм 3! Кэтнеп похитил девушку и поставил бомбу! Стаймер! Опа, ну это Джекс! Это Джекс из удивительного цифрового цирка! Он пришел спасти ее! И проглотил эту бомбу! На вкус, мне кажется, это не очень! Так он говорит то, что он пришел из ее ноутбука! Телепортировался из своего мира в ее! И теперь хочет поквитаться с этим Кэтнепом! И найти его, чтобы он больше не доставлял ей неудобств! Они разделились! Так, о, ну Кэтнеп уже ее нашел! Нужно срочно звать Джекса! Иначе ей трындец! Но нет, Кэтнеп очень быстрый! Он сейчас ее готов уже слопать! Или погодите-ка, он что-то ей говорит! Он не хочет сейчас ее трогать! Он просто уходит! Почему? Он показывает то, что он похитил ее сына! И держит его у его в заложниках! Он наступил ему на хвост! Но почему он ее не слопал? Почему ему надо было похищать ее сына? Я пока не понимаю! Так, что она решает делать? О, она открывает ноутбук! И оттуда появляется Джекс! И теперь начинается битва! Джекс против Кэтнепа! Ребята, вы за кого болеете? За Джекса или за Кэтнепа? Я болею за Джекса! Давай! Покажи ему, где раки зимуют! Так, ей нужно быстро подключить к ноутбуке и к системе электричества, чтобы запустить какую-то программу, которая поможет телепортировать Джекса обратно в этот компьютер маленький! И Кэтнепа с ним! Оу! Они сейчас упадут и разобьются! Так, загрузка завершена! Все! Они телепортировались в другой мир, виртуальный! Ну а в этой анимации Грегори и Красный Друг проникли на фабрику Поппи Плейтайм! Как насчет молочного коктейля? Они даже еще не представляют, что их ждет в самых темных закоулках этого места! Они нашли ворота, на которых был нарисован Крафтикорн! Это дом страшного пони! И он не любит гостей! Привет, я Крафтикорн! Грегори и Красный Друг еще не догадываются, что это монстр! Ммм, что это такое вкусненькое? Могу ли я попробовать этот молочный коктейль? Так, они начинают думать, давать ему или нет? Больше нет, говорит! Хе-хе-хе! И Грегори выпил последние остатки прямо перед ним! Явно Крафтикорну это не понравилось! Ему не нравится, что над ним глумятся в его же доме! Он это не приемлет! И начинает вызывать граффити, бони и стены в бой! В атаку! Начинается схватка! Ну что ж, давайте посмотрим загрузку! Начинается мини-игра, в которой сразятся дамы и джентльмены Грегори и нарисованный Крафтикорн! У нашего главного героя есть три предмета! Это рука-пистолет, шапка-вертолет и щит с вилкой! С помощью руки-пистолета он легко может вносить урон по этому Крафтикорну! С помощью шапки вертолета он легко уклоняется от всех атак, нанесенным этим пони! Также у него есть щит, с помощью которого он отбивает все атаки и вилка, которым будет колоть всех в глаз! Также у Грегори есть четыре ХПшки, а у Крафтикорна целая шкала здоровья! Так, Крафтикорн начинает вызывать своих марионеты, которые появляются из картины, нарисованные! Но Грегори отбивает каждую атаку, эмоции зашкаливают! Сможет ли Грегори одержать победу и завоевать пояса самого крутого бойца на свете? Пока что он уже отнял почти половину здоровья у Крафтикорна! Но у Крафтикорна тоже не сдается и у Грегори остается лишь три ХПшки! Ребята, вы за кого болеете, за Крафти или за Грегори? Напишите в комментариях прямо сейчас, проверим, угадали вы или нет! Вот я лично болею за Грегори, он мне очень нравится! Смотрите, он почти одолел этого пони! Осталось совсем немножко, да, победа! Грегори одержал победу с помощью вилки, кто бы мог подумать! И Крафтикорн был повержен! Красный друг передает ему нарисованного пони, и Грегори пробует его на вкус! Вау, говорит, это обалденная вкусняха! И красному другу пришла идея, что если объединить шоколадную плитку с этой нарисованной фигурой, то получат просто обалденные вкусы! В это время Крафти пришел в себя и не понимает, какого фига здесь происходит! Почему его воинов съедают и восхищаются вкусом? Он решил в этом разобраться и попробовать, отведывать своего сородича! Это какой-то каннибализм получается, боже мой! Ему тоже зашел этот вкус! И ему пришла идея, что если соединить их общие силы и начать эксплуатацию, производство всяких вкусняшек! С помощью волшебства Крафтикорна! Они по конвейеру отправляют этих нарисованных пони, кладут их на шоколадную плитку! Боже мой, это реально вкусно! Мне кажется, это нифига не вкусно! Так она растаяла! Воу! Шоколадную крошку посыпают сверху и дальше грузят в пакет, упаковывают все тщательно и получается шоколадная плитка от Крафти! Ну а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные! Ну а с вами был я, Кеша! Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok